Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы обратимся сейчас к 12 главе первого послания апостола Павла Коринфянам. В 12 главе апостол продолжает разговор о том, как с его точки зрения должна существовать церковь и что вообще это такое. И он говорит о так называемых дарах духовных. Для нас сегодня это что-то такое экстравагантное. Нам кажется, что только великие подвижники могут получать иногда от Бога эти дары и если что-то подобное появляется, или мы об этом слышим, мы готовы вообще там бежать за этим прямо по словам Христа. Многие будут говорить вам здесь, Христос, или там, не ходите, не гоняйтесь. Но для читателя апостола Павла вещь совершенно обычная. Они знают, что это церковь, это христианская община. Здесь люди доверяют или пытаются доверять Иисусу Христу, пытаются жить по правде Иисуса Христа, пытаются совершать вечерю Господнюю, о чем Павел говорил в предыдущей главе, пытаются быть вместе перед Богом, как муж и жена, о чем Павел опять-таки говорил в предыдущей главе. И поэтому в этой среде, в этих крохотных общинах дары, о которых апостол говорит, вещь в общем совершенно обычная. Насколько мы можем судить по текстам того времени, наличие пророков в христианских общинах было вещью не просто обычной, или само собой разумеющейся, но почти даже и необходимой. И казалось невозможным, а как может быть без этого? И вот апостол дальше говорит о дарах, различных дарах, которые Дух Божий дает людям, крестившимся во Христа, перечисляет эти дары. Но прежде этого апостол говорит вещь для него важную, фундаментальную, определяющую весь дальнейший разговор. Он говорит о том, что, ну вот посмотрите, что такое дары духовные. Вы вот были раньше язычниками, и вас там, значит, кто-то водил, ходили к безгласным идолам, как бы вели вас. Куда-то к безгласным идолам. Но теперь, говорит апостол, выводим мы Духом Божьим. В чем разница? А вот в чем. Никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса. Или, Павел обращает эту формулировку противоположным образом, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Таким образом, для апостола суть духовных даров, критерий подлинности этих духовных даров очень точный и, в общем, очень простой и единственный. Если это дар духовный, он не произнесет анафемы на Иисуса. Если человек исповедует Иисуса Господом, значит, в нем действует Святой Дух. Никто не может исповедовать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Ну, в общем, я бы сказал, даже не столько поучительная, сколько обличительная для нас мысль. и потому, что мы с ней на практике абсолютно не согласны. Самые разные люди, думающие, поступающие по-разному, идущие к Богу по-разному, но считающие и называющие Иисуса своим Господином, по Павлу, получается, все обладают дарами Духа Святого. Ну, а мы думаем, что нет. Причем это касается практически всех христиан современных, каковы бы ни были их отдельные мысли или конфессиональные особенности. Это важно. Это важно, понимаете. Павел на самом деле видит мир людей в перспективе довольно простой. Есть Бог, Иисус, который умер за нас, и в нем обитала вся полнота божества телесно, и Дух Святой, которого Бог не спосылает верующим в Него. И те люди, которые откликнулись, которые приняли Духа Святого, они исповедуют Иисусу Господом, и они не могут произнести на Него анафему. Таким образом, собственно, никаких других критериев действия Духа Святого с точки зрения апостола не может быть. Не то чтобы не требуется, просто не может быть. Довольно важная такая поучительная тоже вещь. Поучительная в том смысле, что нужно на себя смотреть и понимать, что, знаете, люди обычно говорят, что вот там у нас нет никаких духовных дарований. Если ты говоришь, что Иисус твой Господь, спрашиваешь Его, как поступить, и слушаешься того, что Он говорит в Евангелии, это критерий подлинности даров Духа Святого. И это и есть на самом деле основной, общий, обязательный, так сказать, всеобщий дар Духа. Дальше апостол говорит о конкретных вещах, и мысль его в том, что да, это проявляется очень по-разному. Кому-то Дух Божий дает дар исцеления, кому-то вера, которая, во-первых, тоже является даром Духа Святого, а не нашей заслугой. Согласитесь, это весьма важно помнить. И к тому же удивительно, что Павел говорит о вере, как о даре, который дан кому-то. Не том, что общеобязательно, так сказать, кто-то исцеляет, а кто-то верит. Как так может быть? Мы, в общем, привыкли видеть всю эту картину несколько по-другому. Кому-то дается слово мудрости, иному чудотворению, иному пророчеству, развлечения духов, истолкования языков и так далее. И вот апостол говорит, это все производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Вот это различие дарований потому, что так угодно Духу Святому. Так угодно Духу Святого. Не потому, что люди так захотели. И даже, может быть, не потому, что у людей от природы генетически определены какие-то подходящие таланты, таланты, особенности, склады, характеры и так далее. Мы не знаем, принимают Дух Божий это все во внимании или нет. И не это важно. Важно, говорит апостол, что вот все то разнообразие, различие дарований, различие способов служить Богу, которое есть, оно все от Духа Святого. Так решил Бог. Такова воля Духа, чтобы мы в этих своих дарованиях были разными. Дальше у апостола следует пространное рассуждение о том, что и вот мы таким образом все взаимно друг друга дополняем. Он говорит о том, что ну вот там в теле же все члены разные, но одно без другого не может жить, не может существовать, не имеет смысла. И если рука скажет ноге, буду там обходиться без тебя. Ну, я надеюсь, все читали это яркое, очень полемическое место в 12 главе первого послания Коринфянам. Вот апостол говорит, мы совершенно разные, но мы не можем обойтись друг без друга. Все ли пророки? Все ли исцеляют? Все ли исполкователи? Все ли там то-то, то-то, то-то? Это ужасно несовременное рассуждение, потому что Павел предлагает нам дорожить различиями, ценить то, что мы все разные. И дальше он там будет говорить о том, что у кого-то есть дары администрирования, а у кого-то нет. У кого-то есть дары пророчества, то есть понимание того, как Бог видит нашу жизнь и способность сказать об этом. А у кого-то нет. И так далее, и тому подобное. Понимаете, у меня впечатление, может быть, мое личное, я могу совершенно свободно ошибаться, но у меня впечатление, что современные люди, ну, по крайней мере, вот в тот период, который я их наблюдаю, нас наблюдаю, склонны биться за свои права, быть одинаковыми с другими. А почему я не имею права быть там кем-то? Почему женщина не имеет права быть мужчиной? Почему мужчина не имеет права быть женщиной? Почему синий не имеет права быть зеленым или какого-то другого цвета? Понимаете? Почему 150-килограммового мужика не берут в труппу Большого театра? Ну, и так далее, и тому подобное. Понимаете? Вот нам всем хочется быть одинаковыми, как все. У нас равные права. Ну, равные права. Ну, там у них тоже у всех права, наверное, равные. Но Павел говорит, друзья, важно не то, какие у вас права, равные или неравные, а то, что Бог каждого из вас видит по-другому, ведет по-другому. Вот тебя Бог хочет видеть пророком. Чего ты пытаешься исцелять? Зачем? Какой в этом смысл, если ты можешь откликнуться на то призвание, которое Бог тебе дает? Таким образом, в вопросе прав, различий, вот, того, что теперь нередко называют смешным словом мультикультурализм, да, Павел предлагает в центре видеть Духа Божьего, и поэтому ценить различия, дорожить ими. Его рассуждение в 12 главе о церкви, как о теле Христовом, главным образом вот об этом говорит, что все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Вот, вот что важно. Не то, что тебе нравится не то место, которое ты в жизни занимаешь, и не твое призвание, а что-нибудь другое, а то, что мы все одним духом напоены. Дальше он будет говорить о том, как он это видит, как так может быть, чтобы различные дары, дух один, и что вообще здесь важного. Забегая вперед, надо сказать, что для Павла-то ключевым во всем этом является любовь Христова. И об этом, собственно, будет речь в 13 главе. Здесь же в 12 он говорит о том, что все мы так или иначе связаны, все мы дополняем друг друга и помогаем друг другу в теле Христовом для того, чтобы оно все вместе, из нас разных состоящее, было именно телом Христовым. Вот это вот призвание дорожить различиями, ценить их, радоваться им, благодарить им, для апостола Павла здесь чрезвычайно важно. И для нас, на самом деле, конечно, тоже поучительно, поучительно. мир очень разнообразен. И вместо того, чтобы пытаться всех построить и одеть в одинаковые робы каторжные, стоит, может быть, радоваться тому, что мы другие, доверять тому, что в глазах Божьих мы уникальны. Понимаете ли, то, что Дух разделяет свои дары каждому по-особому, по-другому, не так, как этому или тому, в общем, свидетельствует именно о том, что Бог отличает нас одного от другого. Мы для Него разные, мы для Него уникальнее. Вот это совершенно поразительная вещь, конечно, вообще в Новом Завете, вообще в христианском благовествовании. И вот завершает эту главу Павел такими риторическими вопросами. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли истолкователи? И говорит он, ну вот ревнуйте, старайтесь, даже можно передать, бегите, гонитесь за большими дарами, и я вам покажу, что здесь самое главное, и я покажу вам путь превосходнейший, о чем речь уже пойдет в следующей главе.